продолжаем делать скворечники и синичники между ними какое отличие в первую очередь это размер литка у синичников должен быть размер такого литка чтобы туда не пролез скворец а синица пролезла для скворца 50 миллиметров для синичника достаточно в принципе где-то 40 37 40 миллиметров и второе отличие такое важное это то что здесь будет вставлена присадка палочка на которой скворец садится скворцу нужно прилетев вначале сесть на присадку после этого он уже запархивает внутрь скворечника для синица это не требуется и присадка здесь отсутствует специально потому что она не дает возможность другой птицы кроме синиц здесь сесть и проникнуть в гнездо то же самое скворец он не будет сюда садиться и не будет беспокоить потому что в принципе даже что он не может пролезть но он будет как-то волновать там обижать как бы может быть да там вылетающую птицу например вот таким образом они сможет сесть только сверху вот а у семи семи синиц у них очень цепкие коготки и они вот на такой шершавой поверхности очень легко цепляются и практически как ниндзя ползают по этой поверхности поэтому для них принципиально не делается никакой присадки это вот отличие ну и второй момент на который тоже хотел обратить внимание здесь это то что довольно шершавая поверхность она сделана не для людей надо понимать что вот мы когда делаем мы делаем для птиц и для птицы важно чтобы она не скользили коготки особенно опасным является когда какие-нибудь очень настойчивые люди они берут шлифуют особенно если они шлифуют из внутренней с внутренней стороны тогда бывают случаи очень трагические когда птенец ему его не за что зацепиться он не может выбраться причем вырос вырос но погибает внутри такого скворечника сделанного но очень старательными людьми поэтому не ну как бы вы когда смотрите вы должны понимать что для птицы это прекрасная вещь есть где зацепиться если вам не нравится каким-то образом но в общем это скорее ваши проблемы то есть очень важно чтобы мы делали не для себя как бы мы делали для тех кто будет пользоваться